Так, сейчас я пару минут скажу о традиции. Сейчас мы едем на дачу. У нас есть одна из традиций, как я уже и говорила, что каждому вообще человеку нужно иметь... Рымочка, сиди спокойно, у меня тут собака, она тоже едет с нами. Каждому человеку обязательно нужно иметь какие-то традиции. Даже если вы живёте сами, всё равно должны быть какие-то традиции. Вот у нас в семье, например, такая традиция. Этот человек прошёл, посмотрел, думает, что я сама с собой тут сижу, разговариваю. Вот, например, у нас есть такая традиция ездить на дачу, по дороге заезжать в один из очень хороших магазинчиков, покупать всякие вкусности. И уже в пути я и мой сын, и мой муж, мы кушаем эти вкусности по дороге. И уже дорогой наслаждаемся дачей. Хотя мы на дачу ещё не приехали. Вот точно так же и в жизни. В жизни нужно ставить цель. Всегда. Вы идёте к этой цели, и по дороге вы наслаждаетесь. Не надо думать, что обязательно эта цель исполнится. Может, она не исполнится. Хотя стремиться надо всё время. А наслаждаться нужно уже по дороге к этой цели. В течение всей жизни. Вся жизнь, весь путь должно быть приятным наслаждением. Теперь ещё заехали сегодня на рынок. Надо было мне купить всякие рассады. Цветочки, там всякие овощи, фрукты. Я сегодня, кстати, накупила черри. Ну, может быть, там позже вам покажу. Я очень люблю черри, помидоры. Я их закатываю, они такие красивые. Ну, что меня поразило. Зашли мы в кафешку выпить кофе, перекусить. И зашла пожилая женщина. Попросила, извините, в туалет пройти. Потому что, чтобы на рынке пожилую женщину так прижала, чтобы она зашла в кафе и вот попросила. И вот эта вот продавщица, она отказала у нас, говорит, только для клиентов. Я вообще в шоке. Ребята, придите в себя, но будьте уже гуманнее. Надо быть гуманными людьми. Вообще общество очень негуманное. Весь бывший Советский Союз отличается злостью, негуманностью, агрессивностью. Весь Советский Союз. Без исключения. Нужно перестраивать свой мозг. Ребята, будьте гуманнее. Любите друг друга. Ведь не просто так написано. Любите друг друга. Вы же посмотрите, какая Америка. Насколько люди гуманные. Насколько они стараются всегда всем помочь. Вот что бы вы ни говорили. Америка лучшая страна. Это всем понятно. Здесь не поспоришь. Посмотрите, какие гуманные люди в Германии. Какие гуманные. Да даже самой той же Польши. Вот играл мой сын в игру вчера в интернете. Вот он, когда играет с нашими, я имею в виду с людьми из стран бывшего Советского Союза. Не буду перечислять страны, чтобы меня камнями не кидали. Это какой-то кошмар. Там он говорит, дайте там то-то, то-то, то-то. Они там друг с дружком обмениваются оружием. Или еще чем-то делятся. Вот. Наши никогда ничего не дадут. Никогда не скажут спасибо за игру. Поэтому мой муж, он любит все-таки играть с американцами. Вот он американцу говорит, там, дай такое-то, такое-то там приспособление для игры. Там они играют. Всегда даст. Всегда американец скажет им, good game, хорошая игра. Или в конце спасибо за игру. И, ну, вот, 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 вот даже вот в этом. Даже вот в этом. Ребята, помогайте друг другу, любите друг друга. Это так необходимо. Вот. Ну, и имейте каждый свои традиции. Вот это вот то, что я хотела сказать. Традиции делают многое. Сейчас весна. Замечательный, кстати, день. Солнечный, солнечный. И я наслаждаюсь этим солнышком. Поедем на дачу. Ну, а что будет дальше, я вам расскажу.